Дорогие друзья! 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 ровно столько, сколько они работают. После окончания срока контракта существенная доля молодых специалистов все-таки бежит обратно в города. Процесс понятен. Планка ожидаемого уровня жизни поднимается все выше. А разрыв в зарплатах между городом и селом хоть и сокращается, но пока остается существенным. За 10 лет, то по данным нашего выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, как в городских, так и в сельских домохозяйствах денежные доходы увеличились в 6 раз. В среднем. И составили по стоянию на 2013 год по городским домохозяйствам 20 241 рубль на члены домашнего хозяйства и по сельским домашним хозяйствам 15 396 рублей. Но роль играют не только деньги. Возможность качественно учить и развивать детей, получать достойную медицинскую помощь, ходить по асфальтированным дорогам и делать покупки не за 3-9 земель. Все это в сознании людей абсолютная норма и необходимость. Так значит, только в город оселы обречены на вымирание? Специалисты полагают, что самые плохие перспективы у самых маленьких населенных пунктов. Вымирание некоторых деревень вовсе не говорит о сокращении доли сельского населения в целом в Самарской области. Это означает лишь то, что происходит укропнение отдельных сельских населенных пунктов, в которых более развита инфраструктура, социальное обеспечение, транспортные сообщения, то есть лучше и удобнее условия жизни для населения. Крупные села региона сегодня вполне привлекательная для жизни территория. Социальная инфраструктура есть, а она развивается. Неплохие возможности для работы в аграрном бизнесе. Но в то же время все бонусы загородного быта сохраняются, да и жизнь в селе обходится дешевле, чем в городе. Не случайно поток трудовых мигрантов постепенно переключается с городских территорий на сельскую местность. Но есть и нюансы. Перспективы успешного развития сельской территории, как правило, появляются в селах, удаленных от крупных городов. Сельскую местность вблизи Самары и Тольятти город поглощает неумолимо. Наталья Ножнова родилась и выросла в строй керамики на самой границе с Самарой. И она, и практически все ее окружение работают в городе. Да и в самом поселке многоквартирные дома уверенно вытесняют частный сектор. А агробизнес даже на уровне домохозяйств практически умер. Были объекты и скотоводством занимались непосредственно в поселке. Выращивали то есть скотину, свое молоко делали, молочные какие-то продукты и мясо тоже будут. А сейчас, конечно, ничего уже этого нет. Современная картина сельской жизни получается очень разноплановая. От вполне успешных перспективных территорий с достойными экономическими показателями до полной разрухи и упадка. Но есть и еще один интересный аспект, который смогли измерить представители социологической науки. Наше недавнее исследование, которое мы проводили буквально осенью 2013 года в пяти сельских районах нашей области, говорит о том, что у людей, которые на этих территориях живут, очень позитивный настрой. Чего не было еще 4 года назад. 70% полностью удовлетворены своей жизнью на селе и 90% с оптимизмом смотрят в будущее. Так что умирать отечественное село, видимо, пока подождет. Скорее всего, оно и дальше будет меняться, все больше уподобляясь городу. Один раз, два, на треть уже перестаешь удивляться. Хотя, конечно, бурные потоки воды, текущие среди зимы по улицам города, впечатления более чем яркие. Сколько коммунальных аварий произошло в Самаре минувшей зимой и что с этим собираются делать владельцы сетей? Минувшая зима оказалась богатой на колоритные зрелища. Благодаря соцсетям разливы на проспекте Ленина увидело большинство самарцев. И это далеко не единственная коммунальная авария, обратившая на себя внимание горожан. Вполне закономерно, что у людей сложилось ощущение полного развала самарской инженерной инфраструктуры. А между тем и сами коммунальщики и руководители города утверждают, что отопительная кампания прошла не так уж и плохо. У нас по 2014 году было всего лишь 1695 технологических нарушений. А если взять предыдущие годы, они составляли цифру 1793 технологических нарушений. Почему идет снижение числа аварий не совсем понятно. Если верить владельцам инженерных сетей, трубопроводы в Самаре изношены на 60, а кое-где и на 80%. Самарский филиал ВТГК, например, по нормативам, должен ежегодно перекладывать 4% всех своих теплотрасс. На деле выходит 2,5-3. Очевидно, что при таком раскладе проблемы только накапливаются. А параллельно, кстати, накапливаются и долги жителей перед энергетиками, что прямо влияет на количество денег, выделяемых на ремонт сетей. Это 606 миллионов рублей, все перекладки в этом году по Самаре. И 6,6 миллиарда рублей задолженности. Это задолженность, что мы с ней делаем? Мы кредитуемся. Под эту задолженность мы кредитуемся. Вот, значит, в год мы где-то 700 миллионов рублей тратим на обслуживание только кредита. За счет неплатежей населения. Вот цифра 600 миллионов потратим на сети и 700 даем банкам. Сумма долга растет, а этот долг, он камнем висит на вот этих программах по модернизации, по реконструкции сетей, по перекладкам, по ремонту. Выходов тут несколько, один другого невероятнее. Можно задаться целью и массово в судебном порядке взыскать оплату коммунальных услуг со всех должников, распродав их имущество, включая квартиры. Правда, власти пока на такой шаг идти не рискуют, справедливо опасаясь всплеска социальной напряженности. Еще можно повысить тарифы, но, скорее всего, это только увеличит число неплательщиков. Да и с какой стати добросовестные владельцы квартир должны расплачиваться за должников. Есть еще один вариант. При перекладке теплотрасс применять современные материалы и технологии, позволяющие продлить срок службы труб с 25 лет до 50. Тогда и ремонтировать придется в два раза реже. Но это снова деньги, которых не хватает. Получается тупик. Да, в том числе и неплатежи здесь виноваты. Но решать проблему только тем, что люди будут полностью платить, невозможно. Это должна быть региональная программа, это должна быть федеральная программа. И вот с помощью этих средств только тогда ресурсоснабжающие организации смогут сделать ту перекладку, которая им необходима. От помощи бюджета владельцы сетей, конечно, не отказываются, но ее особо-то никто и не предлагает. Так что ремонтная кампания в этом году будет идти в рамках собственных средств энергетиков, как обычно. Ну а если говорить о новшествах, то самарцам обещано, что этим летом время отключения горячей воды будет сведено к минимуму. В этом году по Самаре уложимся в 9 суток. И так мы будем каждый год двигаться, сокращая сроки ремонта, сокращая сроки отключения горячего водоснабжения потребителей и рассчитываем в 2-3 года, и мы эту программу сведем в нуль. Практически мы перестанем отключать горячую воду на летнее время. Сама ремонтная кампания начнется уже буквально через пару недель, сразу после того, как в городе будет отключено отопление. И в последние дни в некоторых домах, возможно, станет очень жарко. Не стоит беспокоиться, это нормально. Раз в три года по окончании отопительного периода, когда уже осталось три дня. Одна из форм диагностики – это проверка сетей на максимальную температуру. Мы должны убедиться, что наши сети держат максимальную температуру, которая возможна по графику. И вот эти три дня мы действительно там держим повышенную температуру для того, чтобы опрессовать на температуру своей сети. Отсюда, видимо, рождается вот такой клубок измышлений, что нам так нравится от бедных жителей там шпарить, за все то, что мы с ними делали зимой, когда там не дотапливают. Впрочем, в управляющей компании уже сейчас поступают жалобы на слишком горячие батареи. Люди возмущаются. Почему бы не снизить температуру? Как выяснилось, есть норматив. Теплоноситель должен быть не холоднее 70 градусов. Температура на дом придет ниже, тогда горячая вода будет ниже. И тогда жители поймут, что у них нет горячей воды, не той температуры нормативной. С другой стороны, есть 354-е постановление правительства РФ, где четко сказано, если человек получил некачественную коммунальную услугу, он вправе требовать перерасчет. В Самаре уже были случаи, когда из-за жары в квартире энергетики снижали плату за свои услуги. Когда будут сносить Самарский дворец спорта и что будет на его месте? Об этом сразу после рекламы. На этой неделе самарские фигуристы простились с дворцом спорта ЦСКА ВВС, поставив красивую точку. Кумпарсита. Этот традиционный турнир по танцам на льду дал возможность вспомнить историю нашей ледовой арены и подумать о будущем зимних видов спорта. Звуки этого танго известны всей нашей стране. Под музыку Кумпарситы звездная пара советских фигуристов Пахомова и Горшков завоевала сначала любовь публики, потом олимпийское золото. В свое время, когда наш дворец только открылся, они готовили свою олимпийскую программу в Куйбышеве. То есть наш дворец имеет непосредственное отношение к олимпийской медали Пахомова и Горшкова, потому что именно здесь, именно под эту музыку, подготовился их олимпийский победный номер. И позже, уже после 67-го года, мы практически каждый год приезжали сюда в августе, сентябре на тренировки. И город, и тем более этот дворец, нам очень-очень хорошо знаком. Легендарные спортсмены, легендарные тренеры. Наш дворец спорта сыграл уникальную роль в истории фигурного катания, став путевкой в жизнь для многих выдающихся спортсменов. Символично, что именно здесь уже 14 лет проводится всероссийский детско-юношеский турнир по танцам на льду Кумпарсита. Своего рода смотр резерва. Однако в этот раз знаменитая танго стала прощальным. Это последние соревнования по фигурному катанию на ледовой арене ЦСКА ВВС. Через несколько месяцев дворец спорта будет снесен, чтобы на его месте появился новый. И новый дворец, который будет строиться на месте старого, будет иметь совершенно другие параметры. Это будет дворец спорта на 10 тысяч посадочных мест, в котором будет три тренировочных хоккейных арены. Основная, запасная, скажем, и открытая ледовая. И еще будет на четыре дорожки ледовая арена для керлинга. Все понимают, что у нас огромная нехватка льда. И такой объект позволит нам снять определенного рода напряженности. Но я считаю, что наш город достоин дворца нового, а не только исторически существующего у нас в регионе. По мнению президента областной федерации фигурного катания Веры Богуш, решение о строительстве новой ледовой арены нужно было принимать еще вчера. Здание устарело и физически, и морально. Проводить в нем соревнования высокого уровня уже просто неприлично. Конечно, когда мы вот ежимся, мы не знаем, где переодеться, мы не знаем, как, мы не понимаем, что вообще у нас будет с радиоузлом. Вы понимаете, я вот вчера не смогла сделать, образно говоря, несколько заставок для сценария парада закрытия с той же Льмилой Пахомовой. Потому что когда мы ввели одну качественную фотографию в наши компьютеры, то сказали, что вся память заполнена. Вы представляете? Сейчас соревнования проходят, что называется, не благодаря, а вопреки. Только на энтузиазме организаторов. И это, конечно, не дело. Да что соревнования. Тренировки в условиях жесточайшего дефицита льда требуют от наших спортсменов и тренеров ежедневных подвигов. В Самаре, например, вообще нет условий для занятий танцевальных пар фигуристов. Приходится тренироваться с одиночниками. Это достаточно тяжело так. Ну, все время мешается кто-то, и мы мешаем, и они. Было бы лучше, если бы было больше места, где тренироваться тогда. И всем бы хватало тренировочных часов. И лучшие успехи были. Мы ждем новый дворец. И наша мечта дальнейшая – кататься отдельно от одиночников. Как рассчитывают специалисты, на тренировочный процесс закрытие Дворца спорта никак не повлияет. По информации областного министерства спорта, к концу года в Самаре будут реконструированы и сданы катки на орбите, маяке и ипподроме. А уже этой весной лед будет запущен на МТЛ-арене. Для нас лично, как для спортсменов, нам нужна площадка 30 на 60. И для нас это достаточно. Мы не можем проводить, будем говорить, соревнования большого уровня с 200 посадочными местами. Но для катания, для тренировок это достаточно. Строительство нового Дворца спорта начнется в этом году. А завершится, пока точные сроки не определены. Но, судя по настрою областных властей, в долгострой это прийти не должно. Так что перспективы у самарского фигурного катания вполне ясные. Самарское фигурное катание, в принципе, никогда не было беспрерспективным. Если учесть, что в Самарской области, как минимум, есть три чемпиона мира. У нас есть Алексей Тихонов, Максим Шабалин, Андрей Хвалько. Не каждый город может похвастаться такими титулами, такими именами. В связи с развитием фигурного катания, благодаря тому, что все-таки в Самарской области наконец-то, наконец-то стали строиться катки. Дворца спорта. Я думаю, что фигурное катание будет только развиваться и приумножать свои успехи. Конечно, трудностей и у спортсменов, и у болельщиков в ближайшие годы прибавится. Однако, временно не урядится. Это, конечно, не повод, чтобы отказываться от нового современного дворца спорта, который полностью сможет решить проблему дефицита льда в Самаре. Система местного самоуправления в Самарском регионе на пороге больших перемен. Как теперь будет строиться цепочка от избирателя до главы муниципальной власти в крупных городах области. Идея реформирования системы муниципальной власти вызревала давно. Инициаторы реформ напирают на то, что дистанция между человеком со всеми его проблемами и муниципальной властью, которая, суть, местное самоуправление, оказалась сегодня слишком велика. В начале этого года Свет увидел проект изменений федерального закона о местном самоуправлении в России. И сейчас в регионах активно обсуждается предлагаемая новая система выборов в местные органы самоуправления. Общая идея такова. Территории крупных городов, в нашем случае это Самара и Тольятти, планируется разделить на муниципальные районы. Внутри района будет выбираться совет депутатов. С таким расчетом, чтобы один депутат представлял интересы примерно 5000 жителей. И это будут единственные прямые выборы. Далее из числа этих депутатов будет избираться городская дума. Она, в свою очередь, вместе с областным правительством, будет формировать конкурсную комиссию, которая выберет кандидатов в сети менеджера. Ну а глава города будет избираться из числа депутатов. Для сельских районов схема предлагается похожая. Прямые выборы главы поселения и депутатов районного совета и назначение губернатором с одобрения депутатов главы района. В принципе, схема не нова. Сходства с советами народных депутатов эпохи СССР предостаточно. Как будет работать обновленная система самоуправления? На сегодня видение ситуации есть самое разное. Если мы говорим про укрепление и назначаем сети менеджмент, и делаем представительный орган абсолютно неуправляемым, и придумываем еще какие-то общественные контрольные органы в противовес какой-то организации, я вам скажу, это абсолютное ослабление местного самоуправления. Сторонники законопроекта об изменении системы местного самоуправления видят ситуацию в ином свете. При нынешних прямых выборах мэра и депутатов Гурдумы влияние горожан на решение власти возможно лишь постольку поскольку. Депутат, выбираемый в качестве представителя малой территории, теоретически должен быть, что называется, ближе к народу. На 5000 человек избраться не нужны ни спонсоры, никто не нужен, человек пешком обойдет всех, и не будут с автозаводского района, в Комсомольском районе избираться, понимаете, потому что будут местные люди. Но давайте, если правде в глаза посмотреть, в крупных браковых городах разве не идет назначение наших мэров, но только их назначают господа спонсоров, которых мы не видим, ну по большому счету. Отдельный вопрос – это полномочия и финансовая самостоятельность районного совета депутатов. Насколько велика будет зона влияния этих советов? И где граница между реальным самоуправлением и имитацией Онова? Ну вот сейчас скажем, давайте сделаем это, восстановим советскую армию, но без оружия. По сути получается, мы то же самое создаем, но реальными рычагами пока не наполняем, нет ни финансов, нет. В советское время вот эти советы, они же утверждали и прокуроров, и судей. То есть, была власть на местах. Мы вот эти полномочия закладываем? Нет. Так что первым и принципиальным шагом должно стать четкое разграничение зоны ответственности между государственной властью и местным самоуправлением. Сейчас законопроект об изменениях в системе муниципального самоуправления в целом одобрен региональным парламентом. Коррективы и доработки продолжатся, но вряд ли они будут носить принципиальный характер. Это была программа «Важная». Всего вам доброго и встретимся через неделю.